Всем привет! Сегодня в нашей студии Kia Rio на полную шумоизоляцию по системе настоящий комфорт и двери мы здесь делаем в Rolls-Royce. Как разбирать вы автомобили уже такое видели? К нам заезжал недавно Kia Rio X-Line и мы это выкладывали. Сегодня мы покажем тонкости, какие вам обязательно пригодятся, если вы будете делать это самостоятельно. Ну что ж, почему же здесь выбрали именно комбинированную систему? Потому что это хороший рабочий вариант. Двери здесь пустые, полы здесь нормально задемпфированы, мало, но нормально. Корейские автомобили шагают широкими шагами, очень хорошие красивые автомобили по шумоизоляции, как все остальные, совершенно пустые. Если смотреть по одноклассникам, Lada Vesta, конечно, лучше задемпфированы. Обязательно вам это покажем как-нибудь, но куча вибродемпфера это про Lada Vesta. Но сегодня не о ВАЗах, сегодня о Kia Rio. Хорошего просмотра вам, друзья. Поехали! Первым слоем мы монтируем шумов джокер вибродемпфер, вторым слоем будет герметон 7. После того, как положили листы вибродемпфера джокер, нужно обязательно его прикатать тщательно, качественно, во всех местах, по всей плоскости. После каждого слоя обязательный фотоотчет, чтобы отправить нашему любимому гостю. Итак, система настоящий комфорт, вибродемпфер джокер двухмиллиметровый смонтирован. Что же дальше? Конечно же, герметон 7. Обязательно все без нахлестов, без заходов на усилители, иначе у нас будет там влага собираться, конденсат, а нам этого не нужно. Обязательно прикатываем все, аккуратненько обрезаем, собираем крышу. Крыша собирается в обратном порядке, накидываем обшивку к самой крыше, ставим пистоны, козырьки, ручки, готово. Ну что, друзья, здесь? Какой же лайф без лайва, да? А лайф без еды, сами понимаете. Деньги на ветер. Что мы еще забыли сделать? А забыли мы рассказать вам о том, сколько же материала у вас уйдет на Kia Rio, если вы будете делать это самостоятельно. Почему я показываю лайф? Потому что именно так, в принципе, выглядит такой, скажем так, среднестатистический наш рабочий день. Только микрофон не напыживаю, а так, в принципе, все то же самое. Заварил чайку, кофейку, взял вот такой вот планшетик и начал рассчитывать вам, мои дорогие, DUSTAR, что в переводе, друзья, комплект. С чего мы, Эмиль, начнем? С крыши. С крыши Kia Rio седан, так и запишем. На нее у нас использован материал Joker в количестве 12 листов по 79 рублей и герметон 7. Звукопоглотитель в количестве полтора листа. Ну, то есть, если вы самостоятельно делаете, вам понадобится два листа на крышу. И все это вместе, хозяйство, 12 по 79 и 2 по 595. У нас вышло на крышу автомобиля на 2138 рублев. Переходим дальше. Крыша готова, занимаемся багажником. Крышка багажника делается обязательно облегченным материалом шумов L2. Он на 30% легче, чем обычный вибродемпфер. В первую очередь, необходимо, чтобы вес данной конструкции был практически неизменным. Не ударил вас по спине, по голове. Где газлифты, естественно, он бережет их ресурс. Вторым слоем здесь будет теплозвукоизолятор P4. Почему? Система настоящий комфорт. Вроде бы нужен герметон 7. Это седан. Герметон 7 монтируется на заднюю полку. Крышка багажника. Если вам нужен комплектик, то он должен быть не сильно тяжелый. Крышка багажника это L2. Вот такой вот облегченный материал. 2,4 кг, пожалуй, самый легкий вибродемпфер в толщине 2 мм в России. И уж точно легче, чем СТП Аэро. Причем сразу на 20, сука, процентов. 6 листов на крышку. 7,7 рублей лист на вот этот вот момент. Это 13-15 мая. 6 листов. 462 рубля. И P4V. В принципе, в плиток, впритык туда хватит одного листа. 180 рублей. 642 рубля на крышку багажника. Вуаля. Поехали дальше. Сейчас мы начнем делать полку, которая отделяет салон от багажника. Материал Джокер 2 мм. И поверх герметон 7. При шумоизоляции задней полки не во всех автомобилях удобно. Совсем. Заднее стекло находится очень низко. И поэтому могу вам посоветовать, когда будете прикатывать валиком, прикатывайте не вперед стекло, а вбок. То есть, вот так вот. Чтобы у вас валик ходил туда. Но не вперед. Потому что он может вот так вот соскочить и ультеть в стекло. То есть, очень важно. Учтите это. Ну все. Задняя полка у нас полностью готова под ключ. Смотрите правильное видео. И советы вам подскажут, как правильно делать, чтобы не было никаких казусов. Полка. Джокер. 2 мм. Работает как тройка, но на тонком металле. На полочку у нас уйдет в среднем 5 листов. Обрезками можно наклеить... Не шурши, шуршунчик. Обрезками можно наклеить на сам пластик, чтобы его приглушить. И гермитон семерочка. Один лист. Итого у нас 5 листов по 79 рублей. И гермитон семь. Один лист. 595 рублей. От этого листа, конечно, у вас останутся еще обрезки. 990 рублей получается. Давай, Романович, пока. Вот. Останутся обрезки. Поэтому гермитоном семеркой вы можете еще проклеить пластиковые стойки. В принципе, обрезки у вас останутся из крыши. И если вы делаете все в комплексе, допустим, то вы можете что сделать? Вы можете этот самый гермитон, обрезок с крыши, обрезок с задней полки пустить куда? На крышку багажника. И все готово. Ну и сразу... 990 рублей на полочку запомнили, да? Ну и сразу к полам переходим. Пол салона. Система настоящий комфорт. Мы в ней используем 4 вида материалов. М4 до заднего дивана. Так как мы проклеиваем с разбором центральной части, со снятием выборки КПП, ручника, то есть мы полностью все это закрываем, у нас в среднем выходит чуть больше. А именно 24 листа четверки по 99 рублей. Под задний диван, так как там вибронагрузка ниже, сама подушка сидения является звукопоглотителем. Мы используем шумов М3. 24 М4 по 99. 8 по 83. Это 664 рубля. Передняя часть полов у нас будет с использованием звукопоглотителя герметона 7L с латексной пленкой, которая, напоминаю, немножко опускает резонансную частоту материала, что хорошо, потому что низкочастотный гул нам надо гасить в приоритете. Это вот такой вот 7-миллиметровый материал. Водостойкий клей, два листа до передних лонжеронов. Итого это 2 по 695, это 1390. И на это все дело мы сверху бомбим практик финиш. Слой тяжелого звукоизолятора работает на частоте до 500 герц. Айдар, сколько стоит финиш у нас? Я забыл. 253. Точно. 4 по 253. Итого у нас получается все вместе на полы салона. 5442 рубля. Еще же P4V под задними ногами и под задним сиденьем. А это еще 5 листов по 180 рублей. Итого 900 плюс рублей. Заговорили меня. 6342 рубля. О, а то думал, что-то мало получилось. Вот такой комплект на полы. А практик финиш, как он выглядит? А вот так вот он выглядит. Это мастика. Сверху нетканное полотно. Вот так вот это находится на полу. Полностью закрывает гермитон. И под задними ногами, задним сиденьем P4V с водостойким клеем звукоизолятор. Переходим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока вы смотрели видосики, мы между тем закончили шумоизоляцию пола. Все слои на местах, все прикатано. Принимаемся за двери, но перед этим поговорим по багажнику. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь тоже все готово. P4 влагостойкий на полу, полностью на крыльях, на арках гермитон 15. Можно собирать. Вообще в седанах багажное отделение можете делать в принципе в самом конце, если только вы его не слышите в самом начале. Итак, а почему так происходит? Потому что багажное отделение по сути отделено в седанах от салона. Задняя полка. Именно поэтому мы ее всегда проклеиваем в седанах и не рассказываем истории про то, что типа, это же полка, она внутри салона, зачем ее клеить? Нет, друзья мои. В седанах каких-то таких, типа, мерседесов дорогих, задняя полка очень хорошо отделена. В системе настоящий комфорт на задних арках используется шумов M4, 8 листов по 4 на каждую арку. В задних крыльях мы используем шумов Joker 2 мм, под 3 листа в каждую арку, это 6 листов по 79 рублев. И M3 на пол багажного отделения, включая нишу, весь тазик, как правило, уходит порядка 16 листов. У вас, возможно, ушло чуть меньше, либо чуть больше. Для жителей Уфы есть очень удобная услуга, что можно вернуть целые нерезанные листы, если они остались. В других городах пока, конечно, с этим тяжело, но есть наша большая компетенция в этом. И мы стараемся посчитать лист в лист. Для меня это прям фетиш, короче, чтобы вы заклеили последний лист и клефанули от того, что прям все ушло. На задних арках у нас герметон А15. Ну, вы помните, наш любимый волнистый такой попугайчик, как-то рассказал наш один покупатель. С тех пор, когда он к нам всегда приходит, я его вспоминаю. А пол багажника и задние крылья сделаны за счет материалов P4V. 6 листов по 180 рублей. Итого мы получаем на все багажное отделение. 4524 рубля. И таким образом вы весь багажник шумоизолируете и отсечете шум от задней части. В дверях монтируется первый слой. Дверь мы здесь делаем по системе Rolls-Royce. Это очень хорошая комбинация. Салон по системе настоящий комфорт. Двери в Rolls-Royce. На полах завода есть утеплитель, сам ковер. На дверях же нет ничего. Поэтому двери по максимуму. Здесь в среднем хорошем варианте. Первый слой. 2,7 мм. Black Joker. Система Rolls-Royce. Так и что мы имеем в дверях? Ровным счетом ничего. Просто голая пустая дверь. Какой-то позорный вот этот мазок типа якобы вибродемпфера. И все. Больше ничего. Но ничего страшного. Мы не мы. Если бы мы не исправили это положение. Пообщавшись с гостем, мы решили, что нужно усилить часть дверей. А именно по системе Rolls-Royce. Первым слоем на скрылупу двери наносим вибродемпфер шумов Black Joker. 2,7 мм. Вторым слоем технологические отверстия также все закрываем Black Joker. На обшивках уже будет герминтон 15. А под ним вибродемпфер шумов M2. А по торцу шумов Specific. Обязательно перед началом работы нужно помыть дверь, обезжирить тщательно. Ну, в общем, поехали. Все, покажу. В общем, второй слой готов. Black Joker 2,7 мм. По количеству затраченного материала вам расскажет Евгений. Ну, а мы приступаем к установке динамика и дальнейшей подготовке дверей к сборке. Итак, динамик я поставил, но забыл я про тонкость монтажа второго слоя. Ну, ничего страшного, наш мастер Рузиль вам расскажет об этом. Всем привет. Меня зовут Рузиль. И я расскажу вам основные потребования при монтаже второго слоя. Дорога, бутон пистоннар тишикларын кисып қалдырға. Керек, манда, манда, ручка тросига қырнанышағанда, тросик на нығыт тары бұрға да, вибродемпферна ишке оқтығырға, бутон тросикның бәргаш, үсттен тары бұрға бұрға. Бұрға бұрға да қырданғы тары бұрға бұрға. Вот основные тары бұрға рғуға мандауға тары бұрға. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Итак, переносимся на двері. Двері – це вообще один из самых важных элементов. Почему? Потому что они здоровенные. Большие листы железа, большая площадь. Вибрация, которая передается на эти двери, собственно, заставляет металл гудеть, и вы это слышите, как из барабанов. Именно поэтому двери это такой достаточно базовый элемент первой необходимости. В данном конкретном автомобиле, напоминаю, что мы их делали по системе Rolls-Royce. Black Joker. Передние двери чуть побольше. 5 листов внутрь, 4 листа снаружи. Это 18 листов на передней двери, задней двери примерно 4 внутрь, 4 снаружи. Итого сзади 8. 18 плюс на задние две двери по 8, 16. Это 34 листа по 91 рублик. Опять же, на май. На май, в общем. Вот. На пластик. Вы можете использовать обрезки от этих материалов. Мы используем обычно классический шумов М2. Ну, уходят у нас обычно там по, типа, полтора листа на двери. Это 6 листов. Сегодня, кстати, у нас пришел человек, он у нас уже покупал 36 листов на Kia Rio. Он сказал, что у него ушло больше, где-то к 40 листам. Почему так бывает? Иногда ребята используют небольшие нахлесты, выкидывают чрезмерно всевозможные обрезки, которые можно было использовать аккуратно, ну, в те места, куда нужны, в общем-то, обрезки, да. И поэтому такое происходит. Помимо вибродейфера у нас используется герметона 15. Есть лайфхак. Если у вас двери не сильно большие, можно использовать три листа, а не четыре. Мы всегда используем четыре. У нас получаются цельные, красивые двери, без кусков, без ничего. Но из трех листов вы можете спокойно сделать четыре двери. Передняя дверь из целиковых листов. На задней двери у вас вот этот кусок. Один лист большой, вы его режете пополам на две двери. И обрезки, которые от передних дверей остаются, там такие вот, такие клюшки, вы добавляете на заднюю дверь. У вас три листа. Соответственно, таким образом вы на 850 рублей тратите меньше, а именно столько стоит лист герметона 15. Это рекомендованная розничная цена в Российской Федерации. И у нас антискриптный материал специфик. Я вам посчитаю в ленте, потому что так удобнее. И как показывают тренды современного последнего времени, людям лень кроить, лента антискриптная. Андрюх, кинь ленту, пожалуйста. 240 рублей всего. Вот такая лента, 2,5 метра, одна штука на одну дверь. В общем, что у нас получилось? VibroDemper BlackJoker 3094, 414, это M2, 2550 и 240. Итого 6298 рублей. Но самое интересное, что уже от 5000 рублей у нас действует бесплатная доставка по Российской Федерации. При том, что у нас рекомендованы розничные цены. Это очень выгодно и удобно. Закончили первый слой вибродемпирования обшивки, дабы убрать неприятный звук пластика, чтобы он стал каким-то таким деревянным. В общем, приступаем ко второму слою, а именно гермитон 15. В общем, обивка готова, все слои на месте, шумов специфик по торцу, чтобы ваша любимая обшивка на любимом автомобиле не скрипела. Ну, теперь мы подытожим. 4524 на багажное деление, 6298 на двери, 6342 на пол, 990 полка, 642 крышка, и 2138 это крыша. Итого 20934 рубля. Кто-то звонит, перезвоним. 21 почти тысяча рублей, это комплект материалов на весь автомобиль. А вы помните, что кто-то делает за 18 тысяч, я недавно видел даже за 10 тысяч рублей, кто-то предлагает шумоизоляцию с работы. Из чего она сделана, не знаю. Зарабатывают ли за это люди, непонятно. Может быть, конечно, и зарабатывают, но не дай бог, что случись, какой-то там дефект и так далее, я думаю, что просто у них не будет денег компенсировать вам стоимость. Такая система под ключ в нашей студии, эта система настоящий комфорт с улучшением дверей до уровня Rolls-Royce будет стоить 42 900 рублей. Масса классически 65-63 килограмма. Вот, в общем-то, таким образом вы можете получить у нас всегда вот такой вот расчет. Обратившись к нам, мы выясним вашу потребность, предложим решения, возможно, несколько, потому что у всех и задачи разные, и бюджеты разные. И нам нужно быть гибкими, подстраиваться. В общем, шумология шумов создает удобную систему приобретения шумоизоляции по всей России. Сейчас у нас есть магазин в Казани, в Уфе, пункты выдачи в Челябинске, точнее, представитель в Челябинске, в Магнитогорске, и в Перми, и в других городах нашей необъятной родины. Поэтому пишите нам в WhatsApp, Instagram, Женя Шумов, и наша команда с удовольствием вам помогут. Вот как-то так. Добро. Аминь, ты что делаешь? Музыку слушаю, наслаждаюсь результатом. Штатные, казалось бы, 13-сантиметровые динамики зазвучали сочно, вкусно, сцена стала совершенно другая. Но это все эмоции. А по факту сделали полную шумоизоляцию, получили удовольствие работая с этим автомобилем, и также получаем удовольствие, снимая контент для вас. Нам очень важно то, что вы пишете, мы обязательно все это смотрим, читаем, отвечаем, естественно. Так что жизнь прекрасна, пока мы живем. Всех с праздниками, самоизолируйтесь, грамотно, и главное, безопасно. Всем пока! По скрипту. Мы уже, конечно, записали для вас это видео, уже попрощался с вами, но прошло два дня, и наш гость на Киеве Рива вновь посетил, чтобы сделать шумоизоляцию капота. И у нас есть отзыв именно по системе настоящий комфорт с усилением на двери в виде Роллс-Ройса. Давайте послушаем, что же получилось. Всем здравствуйте, да. Отзыв крайне положительный. Но советую всем задуматься перед тем, как сделать шумоизоляцию, потому что, как говорится, это настолько хорошо, что даже очень плохо. Есть ряд моментов, к которым был, в принципе, не готов. А именно, например, перестал слышать абсолютно любые звуки подвески, и не могу определить серьезность там какой-то ямы, наезжая на нее. Если раньше весь кузов грохотал, и я по звуку уже слышал, стоит ли мне заехать, проверить подвеску или нет. После шумоизоляции все стало очень тихо, и эту подвеску я больше не слышу. Если еще и таких же моментов, стоит задуматься о том, привык ли вы слушать моторы окружающих ваш автомобиль. То есть, в потоке очень часто ориентируемся на звук рядом проезжающих автомобилей. Так же делал и я, но теперь этого абсолютно не слышно, и как бы тоже может быть очень опасный момент, когда вы реагируете на проезжающий автомобиль в тот момент, когда вы уже видите его возле своего окна. Опять же, кто был доволен штатной акустикой, как в моем варианте, и мне, в принципе, все устраивало, то сейчас я понял, что и даже штатную акустику нужно менять, так как я слышать начал, и отсутствие басов, и так далее, которого из-за гола я, в принципе, не слышал. Много моментов, в общем, приезжайте, ребята, но будьте осторожны и оценивайте все советы, которые вам дает старший мастер, потому что он говорит не маркетинговые какие-то вещи, а на самом деле реальные рабочие вещи, которые впоследствии и происходят, без заманухи. Ромир? Очень неординарный, и самое главное, полезный отзыв. Мы еще таких не слышали, так что есть моменты, которые надо обязательно учитывать, и вот вам один из них. Всем спасибо, шумов, шумология Уфа, пока!